Были взаимоотношения с медицинским центром «Формула жизни». Они были прекращены в октябре 2019 года. Вместе с тем, 27 января 2021 года, то есть спустя полтора года после того, как у нас были расторгнуты все отношения, эта организация подала исковое заявление на определенную сумму денег, это особо крупные размеры, 3 миллиона 900 с чем-то тысяч на взыскание и предоставила в обосновании иска сфальсифицированный документ. Мы обратились с заявлением о преступлении. Было возбуждено в ноябре 2022 года уголовное дело. О том, что оно было возбуждено, нас никто не уведомлял. О том, что какие-то решения принимались по нему, нас тоже не уведомляли. И в конце концов оно было прекращено, о чем мы тоже узнали спустя полгода. Уголовное дело было прекращено за истечением срока давности, но без лица. Сейчас в настоящее время решение обжалуется в областном... То есть принято решение об отмене этого прекращения, но обжалуется прокурором надзирающим. К сожалению, факт мошенничества не был установлен, хотя уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 327. Вот здесь представитель, наш адвокат, который и в гражданском деле участвовал, сейчас пояснит все это. Было когда-то совместно два общества, которые работали, у которых было почти одинаковое название. Один был медицинский центр «Феникс», другой просто «ОО «Феникс», который впоследствии было переименовано в «ОО формула жизни». Так случилось, что в помещении, которое занимало «ОО формула жизни», находилось имущество медицинского центра «Феникс». И оно использовалось обеими организациями. Когда партнеры разошлись, два бизнеса стали вестись обособленно. Двумя предпринимателей, один это Мирный Сергей Александрович в «Формуле жизни», Александр Генрихович из «Медицинской». Пока вопрос по ходу Вашей рассказа. Вот когда произошел раздел этих двух организаций в гражданском правовом порядке, каким-то образом был, были оформлены разделы основных средств организации? Ну там какие-то же, наверное, заработанные деньги были? Нет, поясню, что счета организаций велись раздельно. Мущество у них находилось раздельно. Поэтому особенно делить было, собственно, нечего. Вопрос остался в дорогостоящем оборудовании, один из которых это флюорограф, который находился в помещении, которое арендуется «ОО формула жизни». В 2019 году в адрес «ОО формула жизни» было направлено заявление претензионного характера о необходимости возврата данного оборудования, поскольку оно принадлежит у «Медицинских центров Феникс». Все равно на балансе стоит? Совершенно верно. Да, документы приобретения, поскольку документы при расхождении двух компаний были частично у «Медицинских центров уничтожены», частично они были похищены, были восстановлены. У поставщиков были затребованы дубликаты первичных документов с тем, чтобы доказать свое право собственности. Обратились мы к соответствующим заявлениям о формуле жизни, о необходимости вернуть. Поскольку данного возврата не было, я от лица Медицинского центра «Феникс» обратился в арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением об истребовании имущества Медицинского центра «Феникс» и чужого незаконного владения, а также с исками стоимости пользования данного имущества. Это было до того, как формула жизни обратили? Со встречным мыском, конечно. Они в рамках нашего дела, которое уже было принято к производству спустя время, обратились со встречным мыском. Так случилось, что 5 ноября 2020 года формула жизни была выселена из объектов недвижимости, тех помещений, которые они арендовали, вследствие решения владельца данных помещений. С ними договор был расторгнут. Зная о намерении забрать это оборудование, мы туда прибыли вместе с Александром Геннадьевичем, Натальей Валерьевной, иными сотрудниками Медицинского центра «Феникс» с тем, чтобы воспрепятствовать вывозу оборудования, которое принадлежало Медицинскому центру «Феникс». Это происходило на протяжении нескольких часов, и когда все-таки мы увидели поползновение о том, что они хотят вывезти именно то оборудование, которое принадлежит Медицинскому центру «Феникс», это флюорограф, это стоматологическая установка, поскольку они крупные, это видно сразу. Да, там возникла ситуация, скажем так, не очень хорошая. Были вызваны представители владельцев данных помещений, которые в свою очередь вызвали Росгвардию. В ответ приехала, конечно, сначала Росгвардия, потом приехала участковая, которая сделала верное решение, он все опечатал, ограничил допуск обеих сторон. Впоследствии мы уже получили в аренду эти помещения, свою имущество мы возвратили. Однако в этой всей данной ситуации юрист, который представлял тогда интересы о формула жизни, он тогда мне показал договор, на основании которого они владеют этим имуществом, якобы. Договор между кем и кем? Договор между Медицинским центром «Феникс» и ООО «Феникс» это то же самое, что формула жизни, их предыдущее именование. А договор о чем? О якобы законном владении данным имуществом. О том, что у них есть юридическое основание пользования имуществом, которым принадлежит Медицинский центр «Феникс». Это был договор, так называемый, суда безвозмездного пользования индивидуально определенной вещью. Как бы я сразу сообщил ему, что там... То есть, якобы Медицинский центр «Феникс» заключил договор... Безвозмездное пользование отдает на сегодняшний день формуле жизни это оборудование? Да, совершенно верно, пользоваться. Понятно, все. Он есть в реальности, этот договор? Ну, в смысле... Ну, давай. Вот тот договор, который мне показали, я его больше никогда не видел. Я его видел с телефона по юристу Николая. Впоследствии мы вышли уже в суд. От исковых требований об истребовании имущества и чужого незаконного владения мы отказались, поскольку мы получили это имущество во владение обратно. У нас оставались только требования взыскания стоимости пользования с момента получения претензий дома по день судебного заседания, по день подачи на местного заявления. И в одном из судебных заседаний, как сказала Наталья Валерьевна, 27 января 2021 года, сторона ИСЦА, в лице представителя Ассельбаева Крамжана Мухамеджановича, это был замдиректора о формуле жизни, предъявил копию договора суды, который внешне уже выглядел по-другому, не тот, который мне показывал, другой представитель. И они предъявили встречный иск о взыскании штрафа за расторжение данного договора, поскольку вместе с претензией мы не знали, на каком праве могло находиться это имущество. Мы заявили о том, что любые наши договоренности, какие бы могли быть, учитывая то, что этот вопрос был в ведении Сергея Александровича Мирного, мы от всех отказываемся, просим оборудование вернуть. Так вот, там конструкция этого договора состояла таким образом, договора суды, что штраф за расторжение данного договора равнялся стоимости данного оборудования. То есть, совершенно верно, кабальная сделка. То есть, возвращает имущество обратно, мы должны заплатить стоимость этого имущества по формуле жизни. Понятно, что ни один в здравом уме руководитель подобную сделку и договор не подпишет. Тем более... Заявляли ходатайство о кабальности этого договора? Сразу же. Вопрос даже не о кабальности. Если бы он был заключен, действительно, мы бы его оспорили как кабальный по встречному иску. Но поскольку данный договор не подписывался со стороны Александра Геонидовича, я не раздумывал, просил. Лиз бумаги написал заявление о фальсификации указанного договора в порядке ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. И мы приступили к проверке. Был устребован оригинал данного договора. Были предложены способы проверки нашего заявления о фальсификации, в том числе проведение экспертизы хроматографической по определению срока давности изготовления реквизитов на данном договоре, подписи, печати. Просили провести также техническую экспертизу данных подписей и печати. Однако сторона формулы жизни в лице мирного Сергея Александровича воспрепятствовала в проведении экспертизы на проверку давности изготовления реквизитов документов. Они не дали согласие на частичное уничтожение, поскольку там всегда должны быть микровырезы, не менее трех с каждого объекта. Они отказались, потому что знали, какой будет результат. В любом случае, мы уже согласились, хорошо не даете, но соответствующие последствия тоже могут быть. Суд может принять наши доводы без данной экспертизы. Тем не менее, экспертиза была назначена технического характера и проведена она была в Архангельской лаборатории судебной экспертизы при Министерстве юстиции. Техническая экспертиза была проведена, которая показала, что да, подписи действительно предназначены Александру Геннадьевичу, но они были сделаны в несколько закладок. Сначала была подпись вместе с рамкой, а потом весь остальной текст. В итоге наше заявление о фальсификации было удовлетворено. Договоры, приложения к нему были признаны сфальсифицированными, и исключены из числа доказательств поддела. Данное решение вступило в законную силу. Были поданы соответствующие заявления со стороны моих доверителей, правоохранительных органов, однако они результатов частично дали. Возбудили дело по статье 327, как подделка официального документа, хотя сделка между двумя хозяйствующими субъектами не подпадает под понятие 327 статьи наушника. Тем не менее, сделали контакт. На стадии возбуждения дела, уверен, что потом будет передано следователю, будет переквалификация на 159 статью, поскольку в чистом виде она здесь есть. Параллельно было подано в Следственный комитет, поскольку фальсификация доказательств произошла, но дважды выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, со ссылкой на то, что поскольку фальсификация является способом преступления, то понятно, что это 159 статья, а это подследственность органов внутренних дел. Хотя они должны были, конечно, передать по подследствии дела, вместо этого они прекращали за отсутствие состава преступления. Потом эти постановления отменялись, и последнее постановление, которое нами сегодня было обжаловано, оно, в принципе, был отказ за отсутствие состава преступления, потому что решение суда там не имеет значения, экспертиза там на самом деле, там где-то были вероятности, выводы, и вообще Александр Геннадьевич сам это сделал, и Шмирный сказал, что Наталья Валерьевна самостоятельно это исполнил, поэтому состава преступления не видим. Полагаем, в чем, почему я, возвращаясь к своей первой фразе, почему он пришел, да, все-таки, пробовать помочь своим доверителям, о том, что у нас есть понятие приюдиции, о том, что суд, пусть и арбитражный, пришел к выводу о том, что документ является сфальсифицированным. Данная приюдиция служит основанием, поводом к возбуждению дела. Поскольку фальсификация была основанием для встречного взыскания штрафа в размере 3 миллионов рублей, понятно, что это образует события мошенничества в особо крупном размере. Настолько, как мне кажется, это все очевидно. Доводы представителей правоохранительных органов о том, что, как они пытаются интерпретировать решение суда, это все можно сделать в рамках возбужденного дела. Можно провести другую экспертизу. Почему? Потому что я понимаю, что мы были ограничены в проведении экспертизы. Вот этот договор, оригинал договора. Он до сих пор находится в материалах арбитражного дела. Его никто, даже в рамках 327 статьи, когда дело было возбуждено, даже никто не истребовал его. Хотя нам обещают, сейчас мы его заберем. Я сказал, подождите, дело находится в апелляционном и касационном суде в Санкт-Петербурге. Подождите возврата. Потом дело вернулось, прошли месяцы. Я смотрел, у картотеки арбитражных дел отслеживаются и указываются все запросы, в том числе со стороны правоохранительных органов. Никаких запросов после возврата дела об истребовании данного документа в оригинале не было. Он до сих пор там находится. Если, конечно, сторона Мюринова, я, конечно, этого не видел, не могу за ранее утверждать, его не забрала, поскольку они туда его приобщили, и не уничтожили. Но я надеюсь, все-таки оно там находится в неприкосновенности в том оригинале, как было туда представлено. То есть, говоря о том, что суд неправ, или экспертиза была не такая, если у тебя есть выводы, что это неправильно, путем назначения нового эксперта в исследовании в рамках возбужденного уголовного дела можно, я предполагаю, прийти к иным выводам, но для этого должны быть проведены следственные действия. А говорить о том и положение Уголовно-процессуального кодекса о приюдиции, ст. 91, попросту не учитывать, игнорировать, но нельзя. Не может на стадии доследственной проверки преодолеть решение суда, установившее факт фальсификации, а по сути, как способ исполнения мошенничества. Поэтому, на мой взгляд, это настолько очевидный вопрос, он явный. Попытались на основании поддельного договора получить встречный штраф в размере 3-х миллионных рублей, не получилось, и преступления никакого нет. Такого же не должно быть. Попытка мошенничества путем использования, обмана судебной власти, получения денежных средств через фальсификацию доказательств гражданской процессии. Чухин на голубом глазу при Веселовском говорит, у вас были гражданско-правовые отношения, это к нам не относимся, поэтому мы не возбуждаем дело. Но так же не должно быть. То есть спустя полтора года, после того, как расторгнуты были все отношения, полтора года прошло, человек обращается в суд, а Чухин это нивелирует, это ерунда. Но так же не должно быть. Я вижу его заинтересованность полную в этом. Он намеренно это делает, и намеренно делает уже несколько лет. То есть это заинтересованность коррупционная. Потому что вот на лицо вот такие... У нас есть документы на все оборудование, что на нами приобреталось, что у Александра Генриховича не было воли к заключению договора неустойки кабального. И мы получаем обратную ситуацию. С формальной точки зрения не имеют права сотрудники правоохранительных органов переоценивать выводы суда. Суд сделал вывод, потому что это сфальсифицировано. Следствие может прийти к нему выводам на основании доказательств, которые не являлись оценкой судебной. А сказать, что суд не прав, не может так. Должны быть проведены соответствующие дополнительные экспертизы, в которых мы были ограничены в постановке вопросов и сборе доказательств, в чем нет ограничений в рамках уже возбужденного уголовного дела. Новая экспертиза. Следствие вот тогда может прийти к выводу о том, что кто был прав и кто не прав. На текущий момент это преждевременно. Повод есть, это установлено судом вывода о фальсификации. Точка. Это написано в решении суда. Есть решение суда в моем пользу, что сделки не было и быть не могло. В априори я был, в другом городе находился. И решение следствия о том, что сделка якобы могла быть, а когда она могла быть, тоже неизвестно. И то же самое, он прошел как неустановленное лицо, и дело уже похоронили, прекратили. Мы сейчас в суде пытаемся его каким-то образом через 125-ю статью реанимировать. И если сравнить два, две экспертизы по этим делам 124-го и последнему, о чем мы с вами говорили, экспертизы точно так же сделаны. Сначала мои подписи на чистых крестах бланка, и потом нанесен текст. Причем заключение экспертизы, одна и та же экспертиза делала Архангельская, где есть четко написано на моей подписи следит следы тонера круглой, правильной, выпуклой формы. Соответственно, конечно, совершенно верно. И одна экспертиза другая. И почему-то до сих пор никто не сравнил эти две экспертизы. И когда приезжал недавно проверяющий из Москвы, не помню, как фамилия его, он попросил написать заявление и приложить эти две экспертизы для вас, что вы якобы это посмотрите хотя бы. То есть я просил бы, чтобы этот материал, который мы в рамках этой проверки вам сюда написали, посмотрели и сравнили. То есть это звенья одной и той же цепи. В обеих случаях Мирный пытался через суд получить в одном случае помещение, в другом случае достаточно крупную сумму денег. То есть в первый раз его не остановили и не предотвратили данное преступление. И он понял, что так можно поступить, поступать и дальше. То есть преступник должен все равно понести какое-либо наказание. Тут важность не в сорвости наказания, а в неотрадимости. К чему я вас и призываю обратить внимание вот на эти два дела, если есть такая возможность. На экспертизу этих двух дел. Вы в ходе личного приема предоставили эти документы, да? Да, мы предоставили эти документы. Вот здесь даже мы зарегистрировали. В уголовном деле 759 последние цифры по части 1-й, 327-й. И в уголовном деле по номер 124 одинаково исполнены документы. То есть получена обманным путем подпись, то есть способ технической подделки. И потом напечатаны в одном случае договора займа и соглашения об отступном, во втором случае договор неустойкий. Это все установлено экспертными заключениями. То есть это все отрицать нельзя. Но тем не менее мы не исключаем, что и в третий раз появится какое-нибудь исковое заявление от этого гражданина. Поэтому мы просим вас защитить нас. Спасибо. У нас второе дело получается, оно прекращено и там только судебный порядок отмены. Да, в космическом случае. В первом случае это одинаково получается. Вы имеете в виду, 759-й у нас отменено решение о прекращении. Прокурор обжаловал и решение вступило в законную силу. То есть наша жалоба в порядке 125-го удовлетворена. Решение о прекращении признано незаконным и необоснованным. Хорошо. Я сам изучу эти уголовные дела. Скажем так, учитывая, что уже неоднократно обращались. Да, я совершенно верю. И, скажем, выслушивать позицию кого-то это понятно, что две противоположные точки зрения будут. Я лицо, в принципе, здесь новое. Третью неделю я занимаю эту должность. Третью неделю, как я приступил к исполнению обязанностей. Я в ближайшее время изучу материалы этих двух уголовных дел. В принципе, если, как говорится, ваши доводы найдут свое подтверждение, я, соответственно, приму свои меры управленческого воздействия, в том числе процессуального вредностейного контроля, вот, и, как вы говорите, попытаемся реанимировать эти уголовные дела. Это, ну, как-то так. Спасибо большое. Да пока еще не зашли. Пока не зашли. То, что вы слышали, это уже спасибо. Нас даже не слышали. Ну, это плохо, что не слушали. И не хотели слышать. Я записал, в принципе, все на два листа я списал. Я посмотрю, в принципе, соответствие, скажем, информации, доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела и то, что сказано вами. Если у меня что-то будет непонятно, в принципе, данные все ваши есть, я, в принципе, могу у вас в все моменты идти дополнительно спросить. Спасибо большое. Спасибо.